так здравствуйте друзья мы с вами снимаем уже вторую серию новая рубрика называется вопрос ответ ну или просто интересные письма и лагина елизавета михайловна московская область город пушкина еще хочу поделиться своей истории из детства так проверю эту запись вроде идет возможно вы ее уже читали в чате но продублирую потому что удивительно как это происходит такие совпадения в жизни еще месяц назад я про вас ничего не знала про меня это значит про железа валерия капсиновича сибирского садовода лучший сад в россии по качеству плодов и думала что абрикос у нас вырастить невозможно хотя сама на даче все лакосики от абрикосов в теплицу они у не там вырастали до потолка я их пересаживала на улицу и они после зимы не просыпались сожалению поэтому просила эту затею но история детства не давала мне покоя сейчас я по везде ищу учебный смысл поэтому вот уже здесь я сделаю свой первый комментарий и так теплица это очень благодатное место но там деревья не получают достаточно закалки с раннего детства к сожалению это одна причина почему у вас они после зимы не просыпались когда вы пересаживали их вот и вторая причина вот они вырастали до потолка это два-три-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два и издавечные корни такой мощный крон выкормить не могли ее надо было обрезать обрезать сильно-сильно вот если уж совсем хорошие корни то на половину а если хуже на три четверти а то и на это даже оставлять четвертую часть вот это и был шанс а вы про этого не то что вы не знаете об этом нет ни в одном учебнике вот где-то упоминал гоше в 19 веке потом это забыли и так получается что сама выращивание абрикосов в теплице это ошибка вначале тепло потом суровая жизнь а закалки нет читаю дальше я жила с родителем Москве в многоэтажном доме на втором этаже северо-восточный округ Москвы однажды в летом папа привез фрукты с рынка среди них были и абрикосов сорт не знаю но они были вкусные крупные вытянутые похожие на турецкие у нас под ртом был палисадник и мы с мамой там сажали цветы весной а еще там росла сирене какие-то кусты и вот мы наевшись абрикосов решили косточки не выбрасывать мусор а бросить их прямо из окна квартиру в палисадник так и сделали потом еще несколько раз это повторялось я четко помню что я ела абрикосы и выбрасывала косточки в порточку наступила зима прошло время может даже несколько лет и мы благополучно забыли об этом эпизоде но вот однажды весной я выглядываю в окно и вижу цветущую благовхающую черемуху которая успела вывести на это время а среди этой черемушки прекрасное дерево очень похожее на сливы во всяком случае цветы у него были такие же только красные и напоминали сакуру и ствол дерева мне тогда тоже показался более красным чем у сливы я подумала какая красивая слива вода сварился под окном а больше это терм пришло лето июль или август какой-то день я выгляну в окно и говорю маме смотри там что-то висит желтая мы присмотрелись и поняли это абрикос и не один а вполне приличное количество полный восторгом мы стали думать как их достать потому что земли не затянуться из окна тоже мы взяли швабру привязали ки ручки изоленты маленький аквариумный сачок для рыбок и начали охоту за абрикосами прямо из нашего окна и вот мы достали первый абрикос он был очень крупный вытянутой формы легко делился на половинки грамм 150 заметьте из косточки грамм 150 это лишний камень в огород тех кто говорит что вырастают дички если садить косточками вот дички и все уперлись как эти чуть не сказал кто и так повторяю мы достали первый абрикос он очень крупный вытянутой формы легко делился на половинки граммов 150 мы его попробовали это было невероятно вкусно сладко сочи одновременно вот вами дичок таким образом мы собрались килограмм абрикоса за этим деревом никто не следил не смотрел и даже не знал что он там растет вот такой опыт и детства поворачивание абрикосов я получила и сейчас помнил об этом случае решила поделиться сожалению осенью того же года службы жкх стали очищать заросли у окон испиливать кусты которые затеняли окна и видела что на абрикос остался только пень вот такая радостная и грустная история одновременно вот действительно радостная и грустная ну и поучительная спасибо вам за это письмо такие письма для меня радость и грусть одновременно для железного до свидания друзья